Австралопитеки, представления и характеристики их времени Слово Австралопитек происходит от латинского «аустралис», что означает «сюга», и от греческого «питекос», что означает «обезьяна». Это вымерший род гоминидных приматов, обитавших в Африке с 3,9 млн до 2 млн лет назад, основной общей характеристикой которых является то, что они были двуногими. Чтобы не запутаться в терминах, скажем, что слово «приматы» происходит от латинского «примус», что означает «первый» и относится к порядку плацентарных млекопитающих, которому принадлежат люди и их ближайшие родственники, а слово «гоминиды», также от латинского «хоминидей», относится к семейству приматов, включающему 4 рода и 8 видов, среди которых люди – орангутанги, шимпанзе, гориллы и бонобо. Климатические условия, в которых жила Утралопхитецус, относятся к периоду от зонклистского нижнего нижнего плеоцена до геласийского нижнего плеоцена. Зонклистский или зонклистский период – это нижний возраст и этаж эпохи и серии плеоцена, который длится с 5,3 миллиона лет до 3,6 миллиона лет назад и характеризуется так называемым «зонклистским потопом» или «потопом». Это теоретический потоп, который, возможно, заполнил бассейн Средиземного моря, вновь соединив Средиземное море с Атлантическим океаном. Скорость подъема уровня моря в Средиземноморье могла достигать более 10 метров в день, судя по эрозионным признакам, сохранившимся до наших дней под плеоценовыми отложениями. Зонклидовский потоп создал Гибралтарский пролив, который не позволял животным пересекать границу между Африкой и Европой. Повышение уровня моря привело к тому, что река Нил-Сталария вплоть до Асуана, в 900 километрах менного побережья Средиземного моря. Истуарий – это впадение моря в берег в устье реки в результате оседания части береговой линии. Это также привело к изоляции многих Средиземноморских островов, таких как остров Крит. Кроме того, образование Гибралтарского пролива не позволило животным пересекать границу между Африкой и Европой в этот период. Геласийский, или Геласианский, период начинается 2,5 миллиона лет назад и заканчивается 1866 лет назад. Климат Плистоцена представлял собой череду ледниковых циклов, то есть периоды оледенения сменялись периодами повышения температуры, известными как межледниковые периоды. Так продолжалось на протяжении всего Плистоцена, пока не закончился последний ледниковый период, известный как Веурн. Большая часть планеты была покрыта льдом, примерно 30% планеты было постоянно покрыто льдом в эту эпоху. Плистоцен был геологической эпохой, которую, по мнению некоторых специалистов, следует называть ледниковым периодом. Для других это неверное название, поскольку в Плистоцине была целая серия ледниковых периодов, между которыми были периоды повышения температуры окружающей среды, известные как межледниковье. Что касается фауны, то в эпоху Плистоцена наблюдался успех крупных млекопитающих, таких как мамонт, мастодонт и мегатерей, которые практически доминировали в ландшафтах планеты, их главной особенностью были большие размеры, поэтому они известны как мегафауна. В эпоху Плистоцена не было большой активности с геологической точки зрения. Континенты практически уже были на тех позициях, которые они занимают сегодня. Даже те области, которые сейчас погружены под воду, оказались на поверхности, образовав мосты между континентами. Помните, что существовали межледниковые периоды. Что касается флоры, то жизнь в этот период была довольно разнообразной, несмотря на климатические ограничения, которые наблюдались во время оледенений. Во время Плистоцена на планете существовало несколько типов биомов, ограниченных определенными территориями, поэтому растения, которые развивались, были растениями, характерными для каждого биома. Важно отметить, что многие из этих видов растений сохранились до наших дней. Биом – это совокупность экосистем, характерных для биогеографической области, которая определяется на основе ее растительности и преобладающих видов животных. Во время Плистоцена человеческий вид начал развиваться в современного человека. Здравствуйте, я Аустралопитхечус Анаменсис, мое имя происходит от турканского слова «Анам», что означает «озеро», потому что я был найден в Кенерпай, очень близко к озеру Туркана в Кении. Важно отметить, что я был занесен в каталог как новый вид, который был назван «Аустралопитхечус аустралис» означает «сьюга», и «питекос» означает «обезьяна». Таким образом, слово «Аустралопитек» соответствует роду гоминидных приматов, включающему семь видов – Афаренсис, Африканус, Анаменсис, Бахрелгазали, Дейремеда, Гархи и Сидиба. Самое замечательное в нас, австралопитиках, то, что мы передвигались двуногими, и хотя мы все еще сохраняли способность лазать по растительности, теперь мы могли без труда стоять на двух ногах, чередуя ходьбу с лазанием по деревьям. Все мы жили в Африке более 3,9 миллионов лет, пока около 2 миллионов лет назад, по оценкам, не вымерли. Мой возраст составляет от 4,2 до 3,9 миллиона лет. Что касается истории о том, как меня нашли, я расскажу вам, что в 1965 году на месте Канапои в Северной Кении была обнаружена единственная кость руки раннего человека. Но без дополнительных человеческих окаменелостей было невозможно определить вид, которому он принадлежал. Позже, в 1994 году, на том же месте снова были найдены многочисленные зубы и фрагменты костей, и эксперты определили, что эти окаменелости принадлежат очень раннему гоминину, и что я принадлежу к новому виду, который они назвали Аустралопитхечусаноменсис. Позже, в 2019 году, было объявлено об обнаружении полного черепа. Что касается моих физических и биологических характеристик, то я обладаю комбинацией черт, присущих как обезьянам, так и людям. Размер моего мозга был таким же, как у современных человекообразных обезьян, в среднем 500 кубических сантиметров. Мои челюсти были характерно сильными, но несколько узкими, а зубы – твердыми и эмалированными. Внешне я был очень похож на современных шимпанзе. По оценкам, мы были ростом с шимпанзе от 1,2 до 1,5 метра и весили от 40 до 50 килограммов. Самки были намного меньше самцов и жили в тропической Африке, питаясь семенами, фруктами и листьями. Что касается моего рациона, то я мог питаться как продуктами открытого пространства, семенами, тростником и травами, так и фруктами и клубнями. Я использовал каменные орудия, с помощью которых я мог разрывать и даже ломать кости, чтобы получить костный мозг и защитить себя или отпугнуть животных, которые могли мне угрожать. Мой вид был падальщиком, и мы бросали камни в качестве орудий, чтобы отпугнуть хищников и воспользоваться останками их добычи. Поскольку мы не знали, как обращаться с огнем, мы ели наше мясо сырым. Палеонтологические реконструкции мест обитания в Канапе позволяют предположить, что я жил на открытых лесистых пространствах, а также в местах, изобилующих растительной жизнью, типичной для озерных районов. Мои способности к двунагому передвижению в сочетании с навыками лазания позволяли мне перемещаться по африканской саванне, а также укрываться на деревьях и в высокой растительности. Первоначально считалось, что только рот, хомо, создал первые инструменты и утварь, однако более поздние находки, относящиеся ко времени австралопитика, свидетельствуют о том, что наш вид уже использовал определенные типы инструментов, которыми мы резали кожу и кости во время охоты. Это дало австралопитику возможность изготавливать режущие предметы, хотя и довольно архаичные. Здравствуйте, я аустралопитхэчус афоренсис, мое имя происходит от латинского «австралийская обезьяна из Афара», где я был найден. Мне от 3,9 до 3 миллионов лет. Мой вид был обнаружен 24 декабря 1974 года в долине реки Аваш в Эфиопии. Найденный экземпляр оказался самкой и был назван Люси в честь песни «Битлз, Люси». На месте раскопок были найдены еще 12 окаменелостей особей моего вида, изучение которых позволило лучше понять происхождение человека. Это привело к открытию того, что способность ходить в вертикальном положении появилась раньше, чем вырос мозг. Я был двуногим, хотя последние исследования показывают, что я, скорее всего, был обитателем деревьев, а не земли. Контуры следов, сохранившихся в затвердевшем пепле, ясно показывали, что гоминид, оставивший эти отпечатки, ходил эффективно, двуногим, как человек. Что касается моих физических характеристик, то я был стройного телосложения, а мой череп. Был больше похож на шимпанзе, чем на человеческий, от 380 до 450 кубических сантиметров. Мой предполагаемый вес составлял от 45 до 28 килограммов, а рост – от 1,2 до 1,5 сантиметра. Такие большие различия наблюдаются между самцами и самками этого вида. В случае аустралопитхичуса форенсис диморфизм между самцами и самками очень выражен, как по размеру, так и по весу. Мои зубы имели несколько особенностей, которые помогли ученым обнаружить мой тип питания. Так, мои резцы, типичные для преимущественно плодоядного питания, были значительных размеров, как и моляры, и примоляры, хотя клыки были маленькими. Моё небо было очень похоже на небо современных людей и совершенно не похоже на небо человекообразных обезьян. Другим важным аспектом моей морфологии была форма моего таза. Именно изучение этой части тела позволило утверждать, что мы можем ходить вертикально на двух ногах. Многие ученые утверждают, что форма таза и ног отличала мою походку от походки современных людей, то есть моя походка была более наклонной, чем у современных людей. Пропорционально мои ноги были короче, чем у хомосепиенс, что не позволяло мне двигаться эффективно и быстро. Я жил в Африке, а именно на территории, которую сейчас занимают Эфиопия, Танзания и Кения. В этих трех странах были найдены останки более 300 особей, известных на сегодняшний день. Моей средой обитания были сухие и не слишком густые лесные массивы. Более современные данные свидетельствуют о том, что Ай мог также перемещаться в районы саванн, отыскивая берега рек и озер. Я был травоядным и питался в основном фруктами с высоким содержанием сахара, а также листовыми почками, кроме того, я ел корни, клубни, орехи или семена, изредка поедая останки других животных, поскольку мой вид не был охотником. Мой образ жизни был отмечен моей двойной способностью к передвижению, поскольку, хотя я мог ходить на двух ногах, у меня также была прекрасная способность взбираться на деревья и стоять на них. Самая распространенная теория гласит, что мы жили небольшими группами, в которых было взаимное сотрудничество для выживания. Чтобы спать, мы залезали на деревья, в которых строили своеобразные гнезда. Мы также можем провести ночь в неглубоких пещерах. Как и все другие двуногие, мы были довольно стыдными, устанавливая отношения сотрудничества, чтобы увеличить наши шансы на выживание. Более того, как и у современных обезьян, группы были структурированы вокруг доминирующего самца, который осуществлял верховенство над несколькими самками. Что касается детей, считается, что Аустралопитхэчуса Форенсис имел более быстрое физическое развитие, чем люди, становясь самостоятельным в раннем возрасте. Мой вид использовал острые камни для извлечения мяса из костей и получения из них костного мозга. Мы не владели огнем и не строили места для жизни. Что касается используемых инструментов, то у меня была способность производить острые предметы, хотя и довольно архаичные. Здравствуйте, я Аустралопитхэчус Африканрс, и мое имя означает «обезьяна Южной Африки». По оценкам одних источников, мне менее 3 миллионов лет и до более 2 миллионов лет, по оценкам других, от 3,3 до 2,5 миллионов лет. Я жил между двумя геологическими периодами, верхним плеоценом и нижним плыстацином. Я был обнаружен при раскопках в Южной Африке, и за 80 лет были найдены останки более 200 особей моего вида. Мой вид традиционно считается непосредственным предком группы Хома, в частности Хомахебелис. Однако некоторые исследователи считают Аустралопитхэчуса Форенсис общим предком видов Африканрс и Хома. Последняя гипотеза стала более популярной в последние годы. Как и другие австралопитики, я имел двуногое положение. Мой средний вес составлял 41 килограмм для мужчин и 30 килограммов для женщин при росте 1,5 метра. Объем моего черепа составлял от 480 до 520 кубических сантиметров, что намного меньше 1500 кубических сантиметров, которыми обладают современные люди. Мое лицо короче, чем у предшествующего австралопитика, а также размер зубов, в целом, был меньше, так что клыки и резцы не выступали, мои зубы не сильно отличаются от зубов современных людей. У меня есть все адаптации нижних конечностей нормального двуногово, но у меня также есть характеристики лазающего гоминида, направленные вверх плечевые суставы, длинные руки по сравнению с ногами и длинные, изогнутые пальцы. Мои руки более похожи на человеческие, чем у аустралопитхейчуса форенсис, в частности, из-за больших пальцев, которые обеспечили мне большую силу захвата и предплечья. Я жил на достаточно открытых пространствах и в сухом климате. Исследования показали, что я, вероятно, обитал в тех же местах, что и аустралопитхейчуса форенсис, потому что мой вид пришел им на смену благодаря нашим более высоким охотничьим навыкам. Конкретное географическое пространство, где я жила, находится в Восточной Африке, охватывая нынешние территории Танзании, Кении и Эфиопии. Прочность моего лица и коренных зубов позволяет предположить, что мой рацион был более растительным, чем у более ранних гоминид. Мои приспособления к лазанию, унаследованные от предков, позволили мне использовать деревья для укрытия, а также спокойно спать и кормиться. Считается, что, находясь на земле, мой вид был фуражером, питаясь растениями и мелкими животными, а также падалью. Некоторые исследователи предполагают, что мы использовали пещеры для укрытия. В природе у фуражеров относительно большой мозг. Бипидализм мог быть реакцией на все более бедную ресурсами среду обитания, а энцефализация – на необходимость находить и учиться обрабатывать новую пищу. Со времен Australopithecus africans исследователи обнаружили тенденцию к расширению участков мозга, участвующих в ассоциациях и сложном мышлении, а также в силе и ловкости рук, необходимых для манипулирования пищей и предметами. В пещерах Стеркфонтейн и Макапансгат были найдены очень примитивные каменные орудия труда, а также останки австралопитика африканского. Хотя нет никаких доказательств того, что мы изготавливали орудия труда, мы, похоже, использовали камни для забивания и риски. Продолжение следует...